Лишь оказавшись в опале, Настя Ивлеева стала проявлять признаки гражданской сознательности. Так, звезда Орла и Решки даже поддержала на словах жителей Белгорода, тем самым дав понять, что все еще надеется на полную реабилитацию в глазах народа. Чтобы не злить публику, блондинка терпеливо выждала два месяца, прежде чем снова выйти в свет. В своем телеграм-канале она опубликовала слова поддержки в адрес донецкого рэпера Дмитрия Пахомова. Именно на концерте этого музыканта Ивлеева, которая, по слухам, подрабатывала эскортом, побывала впервые после скандала в клубе Мутобор. Сила в делах. Дима, спасибо за концерт, написала Настя. Вот только Пахомов даже не догадывался, что его выступление посетила сама Настюшка опасность. Более того, музыкант в открытую раскритиковал блондинку, которая, по слухам, намылилась на фронт, лишь ради того, чтобы спасти свою подмоченную репутацию. Какое оскорбление, когда вот типа Ивлеевой приезжают в Донецк, чтобы обелить свою честь. Да вы чё? Ну типа, алло, это что? Вот буквально сегодня я увидел видос, о том, что Ивлеева собирается в ДНР. Это что вам, стиральная машина? Донбасс не стиральная машина, ребята, очнитесь. Выдал Пахомов прямо перед носом блондинки. Заявление рэпера со сцены прозвучало как приговор и привело к широкой огласке. Уже позже к словам уроженца Донбасса присоединились местные общественники, которые также гонят Ивлееву мокрыми тряпками. Из СМИ поступила информация, что в ДНР собирается прибыть с визитом некая мадемуазель или мадам по фамилии Ивлеева, печально известная по событиям вечеринки. Так вот, госпожа Ивлеева, от имени всех собравшихся мы бы хотели порекомендовать не планировать посещение ДНР, заявили общественники.